Здарова, друзья, меня зовут Мазл. Добро пожаловать обратно в 60 секундс. Говорят, дополнение вышло новое. Обещают новые события, концовки. Классика. Апокалипсис. Думаю, толстяк самое то. Ну-ка, братишка. А чё падает всё? Мы готовы. Аптечка. Замочек. Водички. Давай сразу. Доченька. Хавчик. Давай, падай. Да возьми ж ты, боже, креслицы. Жена и сынка. Топорик. Водичка. Что-нибудь дайте похавать. Руководство. Потрошки. Водичка. Еда. Радио. Противогаз. Карта по-братски. Кидай, что ещё? Винтовка. Винтовочка. Боже, прыгай. Походу, маловато. Первый день. Да, в принципе, более-менее. Все добрались до убежища за секунду до взрыва. Мы еле успели. Главное, что мы вместе и живы. Здесь карты уже были. Вот это от души. Наши полки полны банок с супом. У нас много воды. Это самое переполненное припасами убежище, которое мы только видели. Да что вы лечите, а? Пока сидим. Музыка новая. Ух ты. Мы бы всё отдали, чтобы снова нежиться под солнышком. А губа не дура. Ну-ка потише. Какая музыка прикольная новая. Такая плавненькая. Мэри чувствует себя в безопасности. Отвечаешь? Смотри мне. Припасики. Пока сидим. Вылазка. Конечно, да. Мы очень скучаем по прежней жизни. Тортика бы. Молча сидим. Пра-па-па-па-пам. Куда пойдём? Куда пойдём? Давайте сюда. Пойдёт доченька. Вот тебе водичка. Пра-па-па-па-пам. Пам. И противогазик. Давай, дочура. Спасай семью. Мэри пошла погулять. Всем нужна вода. Да-да-да. Дышим спокойно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вот так. Не паниковать. Не паниковать. Нужно сейчас же открыть дверь. Иначе мы все умрём. Откройте дверь. О, господи. Ладненько. Это не конец, надеюсь? Кто пришёл? Ты заболел? Ну ты чё, батёк? Как прекрасно проветрить убежище заражённым радиацией воздухом. Теперь вместо фобии у нас появилась новая проблема. Рвота. О, господи. Да, ребятушки. Пока аптечку не используем. Опять батя жабой будет. Наводнение? Да какого хера мы и так собрали мало? Вы что, издеваетесь? Спасай приёмник. Жопушка. Всё, вводи, ты посмотри. И бедная карта наша. Нужно приодеться. Вот это Новый Год. Мы спасли радио. Какие вы молодцы. Тесс всё кашляет и кашляет. А ну-ка, бацилл не разводи здесь. Уже мухи летают, господи. И снова другая музыка. М-м-м. Жёнушка, кушай. С барского плеча. Напряжение в нашем убежище только растёт. Долорес очень разозлилась. И не собирается отступать. Ну ты чё, мать, успокойся. Это плохо кончится, если мы не решим проблему мирно. Попробуем с ней поговорить. Ну давайте. Добрая жёнушка. Хорошая жёнушка. Не бей нас. Ой, плохо всем. Долорес просто нужно было выпустить пар. Где моя доченька? Похавать. Похавать. А тебе ничего. Кушайте. Приёмник. Это уже было всё. Доченька. Грязная, чумазая, но живая. И противогаз целый. Уважаю тебя. Хорошие новости. Власти объявили по радио, что собираются эвакуировать уцелевших. Ништяк. Где ты была? Она была в зоопарке. Мы не только набрали припасов, но и узнали много нового. Нам повстречались китодактили, шимпанели, панибразы, стайка таракошек и другие интересные представители постъядерной фауны. Дружелюбный на вид крабопотам лениво наблюдал за происходящим в секции морских обитателей. В его логове мы нашли тело работника зоопарка. Там была карта. Доченька спасалась бегством от гигантских таранту-рапторов. Она заныкалась в сувенирной лавке. Там был спрей. Красавица. Она очень голодна. Сейчас всё решим. Только умойся. Вам вода? Доченьке еда. Звони в телефончик. Сынка сбегай. Где же новые события, а? Это был Выживший из Хиллвелли. Вылазку нельзя. Но давайте запланируем. Сегодня мы решили поиграть в игру «Я шпион». Красавчики. Ничего, 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 ничего. Запасов всё меньше. Доченька еды не принесла. Диета Мэри Джейн позволяет немного поесть. Держи, угощайся. Вылазка. Как же нам очухаться? Приёмник в бой. Мы поймали сигнал. Радиоактивные осадки почти развеялись. Это хорошо. Пра-па-па-па-пам. Прам. Та-та-та-та-тан. Вылазка. Нельзя. Как-то тяжко получается. Выпал кирпич из стены. Проверяем. О боже. Радио сломалось. Какая непруха. Это был какой-то бешеный грызун. А может рептилия. Мы сломали приёмник. Лёчим батю. При смерти. По-моему, раньше такого не было. Злые мухи. Трудно выжить в таких условиях. И не говорите. Во, батя в норме. Сразу видно, здоровый человек. Запасы всё. Давай, доченька. Приступай. Доченька ушла. Хотя ещё вода на полу есть. Тра-та-та-та-тан. Та-ан. Пра-па-па-па-пам. Мы не можем нормально спать. Нужна аптечка. У нас её нет. Ребята, не удавайте. Пришёл торговец. Мы ему банку супа, а он нам свой мешок. А еда последняя. Рискуем. Ну же. Там вода, пожалуйста. Там нет воды. Э, это кто? Какого хера? Кыс-кыс-кыс-кыс. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ааа, шариков. Котофей. Мы купили за последнюю еду мешок с блохастым котом. Причём здоровенным котом. Какого хера? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ааа, я не знаю. Мы будем тебя есть? Мяу. Ладно, не будем. Как только ушёл торговец, сумка начала неистово трястись, издавая душераздирающий виск и хрип. Мы в ужасе отпрянули. Однако, когда дикому существу удалось наконец выбраться на волю, стало ясно, что это всего лишь недовольный кот. Окинув нас грозным взглядом, усатый сел в угол и принялся умываться. На ошейнике зверяка написано «Шариков». Интересно, это его кличка? Ну а что ещё? Доченька, приди. Мы в жопе. Уже голод. Завтра вода нужна всем. Тиме не совсем в форме. Было бы неплохо с ним поговорить и как-то его развеселить. Тебе здесь что, цирк? Поиграй с котом. Ну давайте. Опа-на. Ты ещё и перемещаешься? Тиме стало лучше. Нужна вода, вода и вода. У нас всего одна порция. Только батя пьёт и ест здесь. Прощай, семья. Какая же боль. Не мурлыкай, тихо. Какая довольная морда. Мур-мур. Опять событие с котом. Кот весь день не сводит глаз наших припасов. Ситуация постепенно накаляется. Грюдёшь что-то страшное. Видимо так кошки ведут себя, когда голодны. Стоит ли нам поделиться припасами с пушистым другом? У нас припасов нет. Он что, съест нас? Господи. Нет. Мы пока живы. Ой, боже. Это ты съел её? Ты болеешь опять? Как? Чё-то я пропустил. Если бы у нас была только капелька воды. Долорес умерла от обезбоживания. Недостаток воды свёл Тимми с ума. Ну и проваливай, сопляк. Теперь кошак. Раз уж он голоден, то пускай идёт на улицу и наловит там себе мышей и насекомых мутантов. Но не можем мы сейчас позволить себе отдать коту целую банку супа. Зверь злобно посмотрел на нас, однако мстить не стал. Вот это братка наш. Вот почему заболел ты. Похоже, у Теда началась аллергия. На нашего пушистого гостя. Бедняга всю ночь кашлял и чихал. Нужно дать ему лекарство. Это уже третья аптечка была бы. Какого хера? Где же доченька? Приди же, ну. Дочура. Господи. Ну вы, конечно, красивые. Я ничего не скажу. Какая жесть. Ты не переживай, мать просто отдыхает. А это кот. Просто блохастый кот. И мухи. Мэри пошла к пожарным. Там было три бутылки воды. Противогаз порвался. Тед сошёл с ума. Мэри голодна, сходит с ума, измученная и сильно устала. Вот это комбо. Как у нас хорошо всё. Это сломано. Везде вода. Блохастый кошак. Мёртвая жена. Противогаз порванный. Еды не осталось. Просто успех. Ещё и вы поехали. Ещё капелька еды осталось. Куща, дорогая. А ну-ка потише. Ты чё, Котофей? Бать и вода. Вылазка. Видимо, нет. В отчаянных попытках погладить этого дьяволёнка мы обнаружили прикреплённый к его шейнику клочок бумаги с небрежно нацарапанным на нём адресом. А что если его хозяевам тоже удалось выжить? И сейчас они переживают за своего любимца. Шансы, конечно, малые. Но может нам стоит всё-таки проведать их? Ну или хотя бы их останки? А давайте. В путь. Пока все живы. А где кошак? Э, Шариков, вернись. Ты куда, брат? Взяв с собой нового пушистого друга на прогулку по пустоши, мы столкнулись с парой мужчин в плащах, в фетровых шляпах и тёмных очках. При виде зверька незнакомцы сквозь зубы процедили, что как раз его-то они и искали. И что это якобы любимый кот их бабули. Не успели мы сказать и слово, как они взяли Шарикова, поблагодарили нас и поспешили удалиться. Похоже, кот не слишком поэтому возражал. Так что, может, оно и к лучшему? Кто ж его знает? Мэри, нужно поесть. Доченька, потерпи. Мы уже собирались пойти спать, но кто-то постучал в дверь. Кого принесло в такой поздний час? Кто может бродить по этой части пустоши? Неужели они пережили ядерный взрыв? Стоит ли открывать? Рискуем. Ну же. Походу, никого. Там никого не оказалось. Ай, приколистые. Доченька, пей. У Мэри небольшое ранение. Топорик, выручай. Доченька, не двигайся. Пошак снова. Сегодня утром мы с удивлением обнаружили Шарикова в убежище. Понятия не имеем, как и зачем он вернулся. Интересно, все дело в нашей доброте и заботе? Или в оптимистичном настрое? А может, в запасах банок с супом? Что ж, поживем и видим. Да, поживем. Без еды. Хоть бы еды принес. Бесполезный кот. Мур-мур-мур-мур-мур. Пра-па-па-па-пам. Поехавший не говори. Грибы на стенах. Давайте поедим. Мы же голодные. Ну и как вы живы? Голод. Голод. Было очень вкусно. И при этом они голодные. Мур-мур. Ой, доченьки, плохо. Мэри нужна еда. Это ее конец. Оглушительный грохот. Возглас удивления. И побелка, падающая с потолка. Да, утро добрым не бывает. Как оказалось, Шариков нашел себе новую игрушку. Безобидный проводок. Вырванный им же из стены. Бог его знает, к чему этот кабель был подведен. Однако, все лампочки по-прежнему горят. А значит, ничего страшного не должно было произойти. Или нам стоит отнять провод у нашего пушистого друга. И выяснить, для чего он нужен. Ну-ка, дай сюда. Доченька ушла. А, нет. Это кошак. Да, это был ты. Провод тянулся из старого ржавого грузовика у соседского дома. Открыв его дверцу, мы видели двух обескураженных мужчин. Оказывается, они подвели провод к убежищу. Пока мы спали. И стали послушивать наши разговоры. Мы устроили им взбучку. И вернулись в бункер. Да уж. Голодание. Вылазка. Доченька и шашки. Приступай. Кто стучит? Мэри пошла погулять. Удачи. При смерти. Водичка. Агенты, которые за нами шпионили, теперь стучатся к нам в дверь. Желаю все объяснить. Ну, давайте, рассказывайте. Конец. Рассказали. Помахав перед нашими носами какими-то удостоверениями, мужчины сообщили, что они находятся на сверхсекретном правительственном задании, а провод этот нужен для слежки вовсе не за нами, а за котом. Мол, наш Мурзик слишком уж смахивает на советского шпиона. Еще незнакомцы пообещали взять нас в свое супер-пупер тайное правительственное убежище. Если мы поможем им с выполнением каких-то секретных миссий. Ну что ж, ждем, когда нас посвятят во все подробности. Мэри ушла. Тед был больной. И голодный. Это конец. Какая же боль. Вы погибли. Вот такие новые события. Надеюсь, мы увидим новые концовки. Пока на этом все. Большое вам спасибо за просмотр. И увидимся. Субтитры подогнал «Симон»